Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что желает, господин офицер? Вы знали живших здесь людей? Конечно, господин капитан. Семья Тарр. Мы все их очень любили. Живы? О да, не беспокойтесь. А теперь уехали. Правда, я не знаю куда. Старый Оганес был человек замкнутый. Так, капитан Пауль Кригер. Отпуск после ранения. На какой срок, господин капитан? Ну, конечно, врачи решат. Пожалуйста. Лейтенант. Да? Где здесь можно снять комнату? Недорогую, но приличную. Ванна Виолик 6, господин капитан. Хороший пансионат. Рядом офицерское казино. Знаете, очень удобно. Благодарю вас, лейтенант. А вы не скажете, где можно навести справки о жителях города? В городской управе. В нашем же здании, но вход с другой стороны. Благодарю вас, лейтенант. Постараемся вам помочь, господин капитан. Зайдите через несколько дней. Марта, посмотри, какая приятная невеста у господина капитана. До свидания. Проходите, проходите. Предъявите документы. Пожалуйста. В порядке можете идти. Спасибо. Мое удостоверение. Что у вас в чемодане? Проходите. Ваши документы. Проходите. Предъявите документы. Майор Шлостер. Да. С вами будет говорить адмирал Канарис. Хорошо, я жду. Добрый день, барон. Добрый день, господин адмирал. Рад слышать ваш голос. Надеюсь, вы здоровы. Спасибо. Похвастаться особенно нечем. Удалось ли вам приобрести приличный инструмент? К сожалению, пока нет, господин адмирал. Плохо, барон. Очень плохо. Поверьте, что без крайней необходимости я не стал бы об этом говорить. Я понимаю, господин адмирал. Видимо, не до конца. Хочу надеяться, что из-за вас у меня не будет неприятностей. Господин адмирал закончил разговор. Войдите. Добрый день, господин майор. День довольно скверный. Прогатен капитан просил передать вам. Радиограмма принята ночью. Еще фрегатен капитан просил передать, что радист принимав шифровку. Убежден, что на ключе работал не Ведерников. Значит, Ведерников арестован и ваш план осуществляется, господин майор. Спасибо, фройлен. Вы принесли хорошую весть. Вы давно работаете в Эдере? Спросите об этом фрегатам капитана. Вы так таинственны, фройлен. Вы считаете, что разведчик обязан быть таинственным. Я могу уйти? Я хотел бы вам сказать. Добрый день, Георг. Это сводка наблюдений. Ничего интересного. Скверная погода. Мне нужно поговорить с тобой, Георг. Благодарю вас, фройлен. И не прощаюсь. Мы сегодня увидимся. Ну, брось, Георг. Что-то ты не нашел. Могу предложить тебе. Вы, русский, не появляется. Продолжайте, штурмбанфюрер. Зачем так? В официальных разговорах и форма должна быть официальной. Я вас слушаю. Ну, короче говоря, я получил приказ больше не помогать вам. Думаете, корабль Далтич? Беги, Франц, не стесняйся. У тебя тихоходный корабль, Георг. 25 июля мы должны взять Сталинград. И ставишь под угрозу выполнения нашего задания. Из штаб-квартиры фюрера 9 июля. Главное командование вермахта сообщает. На южном участке фронта немецкие войска и их союзники перешли в наступление. Матализованные соединения и передовые отряды пехоты преследуют отступающего противника. От советского информгеро. В районе Воронежа бои продолжаются с прежним ожесточением. Отдельные рубежи и населенные пункты по нескольку раз переходят из рук руки. Столовой в нашем пансионате нет, но рядом прекрасное казино для господ офицеров. Желаю хорошего отдыха, господин капитан. Отдельные рубежи и населенные пункты по нескольку раз переходят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что ж, подходит? Подходит, да. Я уеду на несколько дней. Получите аванс. Милейший, я буду много ездить, 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 и мало здесь жить. Да, вы получили выгодного жильца. Так, время, время, деньги, дорогой хозяин, да? Да, война заставляет нас шевелиться. У вас выгодный сделок сегодня, завтра оборачивается, сплошно молдует. Да, да. Да, но, господин, здесь ведь только двести. Ай-яй-яй, верно, верно, Шельма. Хотел меня обмануть? Бери деньги, пока я не передумал. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Да, парень, артист и неважный Подойдем, Кивилин, господа Добрый день, Кивилин, здравствуйте Добрый день, господа Здравствуйте Такая чудная погода, может быть, пойдете с нами погулять, а? О, нет Жаль, жаль, очень Не могу, к сожалению Очень жаль До свидания До свидания Когда вы закрываете киоск? В десять Look there Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наведите справки об этих людях Слушаюсь, господин майор Субтитры сделал DimaTorzok Разрешите, товарищ майор? Да Боеприпасы в отряд Климову доставлены Ведерников начал давать показания Из Сталина ничего Субтитры сделал DimaTorzok Прошу прощения, фрейлин Вы не могли бы мне подсказать, как мне пройти на улицу? Ну, черт, всегда позабываю эти эстонские названия Роту? Нет Линузе? Эй Б کہ на юiges Крэвид Субтитры сделал DimaTorzok Белго... Бешен Доктор Ну, бью Берёビ Т ancestр? Бл� Брю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Документы? Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Здесь не найдется свободная комната? Есть, только вряд ли нам понравится. Взгляните. Курить у вас можно? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Принесите, пожалуйста, инструмент. Сегодня я засну спокойно. Через минуту сеанс. Буду работать одну минуту. Не успею дзебринговать. Цветочница под наблюдением. Нет, не может быть. Нам, коллега, нужно быть внимательнее. Коллега, эвелина девочка в детском саду работала. А я завхоз по профессии, если хотите знать. Да, мы разведывательному делу не обучены. Мы боимся, если хотите знать. Вот. Чайку дадите? Что? Чаю, говорю. Чаю дадите? Чай, пожалуйста. Сейчас. Сейчас принесу. Чайку дадите. Чайку дадите. Чайку дадите. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 В течение вчерашнего дня ничего странного замечено не было. В 22 часа она, как обычно, закрыла киоск и ушла домой. Так. Вечером ничего не произошло. Ну-ну. В 9 утра сегодня к ней пришла девица, проходящая в сводках наблюдение под псевдонимом Тюльпан. Так. Так, ровно в 9.45 они обе вышли и направились к центру города. Господин штурмбанфюрер, вы приказали вести наблюдение очень осторожно. Так. И ни в коем случае не обнаруживать себя. Ну-ну, да-да. Мы находились на значительном расстоянии. Было много народу. Вы потеряли, мой мальчик. В работе случается. Не волнуйся. Уверен. Ровно в 14.00 цветочница откроет тёск. Эти шлюхи. Конечно. Конечно. У тебя ведь нет иного выхода. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы обнаружили в городе Радиску и скрыли этот факт от Абвера. Желая захватить русского лично, вы нарушили приказ Берлина о совместной работе. Я должен сообщить об этом. И что теперь делать? Франц, как ты думаешь, кого могут назначить на твоё место? Из-за какой-то сопливой девчонки? Я удивлён. Я удивлён твоей недогадливостью, Франц. При чём тут девчонка? Ты ставишь под угрозу всю нашу операцию. Ты сам не можешь вывозить задание. И всё сваливаешь на меня. Где твой русский, из которого столько шума? Его нет. И СДЗ не отвечает. Зуршу врывали? Пока нет. Глудь чёрта! Кому чёрт решил, что это он, которого ты ищешь? Исчезла цветочница. Взрыв дома. Это рация. Всё в один день. Франц, сколько можно тебе объяснять? Здесь работал профессионал. Не в твоих интересах наказывать этого Хонимана. Я думаю, это дело не стоит раздувать. Со своей стороны, в ближайшее время, ни Целариус, ни я, ни сообщим Берлин о твоём провале. В ближайшее время? А как это понимать? В ближайшее время. Да, если ты будешь держать меня на крючке. Хорошо, Георг. Хорошо. Не надо так, Франц. Фролин Фишбах, скажите своему шефу, что я сейчас приеду. Спасибо. Бригадан капитан ждёт вас. Фролин, как вы отнесётесь к предложению поужинать вдвоём? Спасибо, я занята сегодня вечером. Понятно. Однако, приготовьтесь дать дела. Я не понимаю, господин майор. Завершнего дня вы работаете у меня. Сегодня в 20 часов я заеду за вами. И мы уточним круг ваших обязанностей. Фролин, учтите, я не люблю женщин в военной форме. Вы гений, майор. Я уже год работаю с Фролин Фишбах, но ни разу не удостоился подобного взгляда. У меня прекрасная новость для вас. О свидании с моей секретаршей я уже слышу, барон. Можете рассказывать. Мне нужна для работы женщина. Взамен я отдам вам своего дьютанта. Согласны? Пожалуйста. Весьма признателен. Кажется, русский разведчик в Таллине. Они поверили звереву. Вы думаете? Откровенно говоря, я уже разуверился. Я тоже начал сомневаться в этом, но события вчерашнего дня... Подождите, барон, подождите, подождите. Так, заработал передатчик. Взрыв дома. Исчезла радистка, за которой наблюдал наш друг штурмбанфер. Да, похоже, что к нам прибыл званный гость. Теперь мы должны обнаружить этого русского. Он сам будет искать сближение. Послушайте, мне нужен особняк, в который я поселю фройлен Фишбах. Резиденция будущего агента? Особняк. Красивая женщина? Ну что ж, об особняке я позабочусь. Что желает господин офицер? Здравствуйте, барон. Слушаю вас, господин капитан. Пожалуйста, зумную щетку, пасту, воде колонн. А какой оде колонн, господин капитан? Я так долго валялся в окоп, что перезабыл все названия. Ну тогда могу предложить вам. Фреллен Инга предпочитает продавать самый дорогой оде колонн. Узнаете? О, какая приятная встреча. Добрый день, капитан Криер. Унтерштурмфюрер Карл Хонеман. А вы знаете, вчера в форме танкиста вы выглядели значительно моложе. Надолго в Талин? Подлечусь я обратно, надо ведь кому-то и воевать. Встретили старого друга, Карл? Да нет. Только что познакомились. Капитан с фронта и может штурмом взять крепость, которую ты осаждаешь уже два месяца. Сэкономим свою марку и пойдем выпьем пиво. Понимаете, капитан, мой друг Курт Визе ежедневно посещает заведение в Фреллен Инге. Сначала он, как и вы, покупал одеколон, но очень быстро перешел на зубные щетки. А нужны... Не обращайте внимания, лейтенант. Мало кто понимает любви. Десять марок. Благодарю вас. Ну что же, господа офицеры. Вы решили сэкономить на зубных щетках и выпить пиво? Курт, ты слышал приказ капитана? Прощайте, прекрасная Инга. Прошу, капитан. Ближайшее заведение там, за углом. Карл, возможно, у господина капитана дела? Идемте, капитан. Какие дела в отпуске? Здесь, в тылу, за кружкой пива, мы бы послушали о ваших победах на фронте. Ну что ж, дела могут подождать. Заведение приличное. Только для офицеров. Вы всегда выигрываете, господин майор. Вам десят. Благодарю вас. Большая шишка? Да. Когда придет унтерштурмфюрер Хониман, проводите его в библиотеку. Лота, давайте уточним ситуацию. На службу выходить не будете. Вы будете жить здесь. Прошу. Слуги и садовник, работники Абвера. Этот особняк достался вам от покойного мужа. Полковник Фишбах погиб на русском фронте. Вы, молодая вдова, живете одиноко. Возможно, к вдове Фишбах скоро прибудет гость. А пока очаровательная, не очень умная, увлекающаяся девушка. Неплохая маскировка для разведчицы. Научитесь одеваться, выбирать духи, пользоваться косметикой. Никаких разговоров о войне, политике и тому подобное. Вам ясно? Так что я должна делать? Вы знаете этих офицеров? Да. Знаю. Гестаповец из аппарата городского управления, лейтенант из Абверкоманды. Капитан мне неизвестен. Верно, Лота, капитан неизвестен. Ну, вот он опять на том же самом месте. Войдите. Унтерштурмфюрер Карл Хониман. Прибыл по приказу штурмфюрера Магеля. Направлен в ваше распоряжение. Садитесь, Карл. О, капитан. Идете справиться? Не нашлась ли ваша красотка? Вы очень проницательный, лейтенант. Прошу, капитан. Здравствуйте, господин капитан. К сожалению, пока ничего нет. Благодарю. Фролин, составьте для меня справку о невесте господина капитана. Попозже я зайду и постараюсь помочь в розысках. Опять? В этом городе даже летом сплошные дожди. Зайдем в казино? Деваться больше некуда, дорогой Кригер. Поехали к барону. Добрый день, Карл. Приятного аппетита, капитан. Господин барон. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Что вас так во мне заинтересовало? Уверенность. Вы очень уверенный человек, капитан. Что желает, господин майор? Три коньяка. В последнее время я редко встречаю спокойных, уверенных людей. Вы пессимист. Я? Реалист. Прошу извинить, господа. Служба. До свидания, Карл. Думаю, капитан, мы еще увидимся. И спасибо за интересное знакомство. А вы недавно в Таллине, господин майор. Почему вы так решили? Два дня назад видел вас в штатском. У вас костюм от лучшего парижского фашнала. Благодарю. У вас отличная память, капитан. Профессиональная. Видите вы, господин майор, когда я учился в Берлинском университете, ежедневно приходилось ее тренировать. Ну, впрочем, не вам это объясняю, господин майор. Каждодневная тренировка способствует вам вселенному развитию, не так ли? Простите, господин капитан. Надеюсь, рано уже зажила? Побаливает. Не долежал до конца положенного срока. Простите за нескромность. А почему, капитан, вы не поехали на родину? Ну, видите ли, в последние годы я жил в Хельсинки. Преподавал немецкую литературу. Сейчас был там несколько дней. Ну, старых друзей не нашел. Все воюют. Здесь я по личным делам. Впрочем, ваш бдительный друг в курсе. Вы считаете меня бездельником, который проверяет отпускников? Я этого не сказал. Давайте вечером сходим. Куда-нибудь. Развлечемся. У меня, к сожалению, нет вечернего костюма. Да и мундир мой не настолько приличен, чтобы... Ну, среди вылащенных суловиков вы, боевой офицер, станете почетным гостем. По плачу встречают, по уму провожают. Вот есть у русских такая умная пословица. Да и народ не глуп. Ну, что же, мое первое впечатление оказалось абсолютно верным. Был уверенный и очень смелый человек. Когда человеку нечего терять, он по неволе становится смелым. А что, собственно, мне угрожает отправка на фронт? Ну, ведь через две-три недели, максимум через месяц, я сам окажусь в окопах. Да, а убедиться в уме русских не так уж трудно, господин майор. Стоит только побывать на фронте. Вы о чем-то задумывались. Я вот думаю, с вами приятно было бы работать. Вы принимаете мое предложение? Вы очень любезны. Значит, вечером в девять в ресторане «Глория». Вы, глядя, жилье. В чем-то? Вид Just. Товарищ майор государственной безопасности, по вашему вызову капитан Петрухин явился. Здравствуйте, Петрухин. Проходите. Все нормально. Садитесь. Садитесь, садитесь. Я узнал, что ваша часть переформировалась под Москвой, и пригласил вас для короткой беседы. Вы были другом Скорина. Почему вы? Вы друг Скорина, и никто лучше вас не может ответить на один очень важный вопрос. Как может повести себя ваш друг в непредвиденных обстоятельствах? Достойно. Понятно, Дали. Видите ли, Сергей, он человек особого склада. Я вот знаю его лет десять, а иногда мне кажется, что я вообще его не знаю. Он осторожен, а через минуту смел на безрассудство. Он подчинен какой-то логике. Ему одному, одному понятной логике. Я не знаю, как объяснить это. Надо рассказывать и рассказывать. Рассказывай, Костя. Я не тороплюсь. Семнадцатому от двадцать четвертого. Семнадцатому от двадцать четвертого. Восемьдесят один восемьсот двадцать семь. Тридцать пять двести пятьдесят восемь. Семьдесят восемь девятьсот двадцать четыре. Пятьдесят пять четыреста восемьдесят двадцать девять. Август обеспокоен потерей связи с вами. Сообщите причины. Отец. Главное командование вермахта сообщает. После ожесточенных боев южнее и восточнее Ростова осуществлена переправа через Дон. В результате согласованных действий пехоты, танков и авиации контратаки врага успешно отбиты. Только на участке одной дивизии вчера было уничтожено сорок восемь танков. В ходе победоносного наступления немецких и румынских войск заняты населенные пункты. Николаевская, Семлянская, Верхняя, Курмаянская... Адио, мои пекла, каплиَّ Фанд — latest девять. Адио, Адио, au, vergис- toe. Штег' я за день шел до, кто бдем реги меня Ода же не в днейasmенько! Адио, мой пекла, капли проблем не в день project. Адже, адже, и не забудьте, не забудьте. Адже, мой тайн, а не забудьте, адже, адже, и не забудьте. Адже, адже, мой ганд, официал, адже, 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 адже. Полностью полагаюсь на ваш вкус, барон. Будьте любезны. 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 Вы красивы, вы преданы, вы не колебите детей. Дай бог, барон, от всей души желаю, чтобы вы были правы. Нет, в самом деле, какой немец протянет деньги, а лишь потом возьмет товар и узнает цену? Потом, это сигарета. Он русский, этот капитан, он приехал ко мне. Допустим. Но его еще надо перевербовать. Переиграть. Русские не пошлют человека, которого можно запугать. Или купить, но почти любого человека можно перехитрить. Главное не торопиться, не давать себя подгонять, ждать, ждать, пока не придут ответы из Берлина, из университета, из госпиталя. А пока я перестану бывать в казино. Если мои предположения верны, капитан забеспокоится, начнет меня разыскивать. Кто будет осуществлять наблюдение за ним? Никакого наблюдения. Профессионал почувствует слежку молниеносно. А если он скроется? Не думаю. Он с таким трудом добирался до меня. Карл, вы гений! Заказывайте за мой счет. Я так и знал. И где же ваша очаровательная невеста нашлась? Не нашлась, но жила там последние два месяца. Вот хутор называется Ай... Никак не могу усвоить эстонский. Окажите любезность. Пожалуйста. Ага. Здесь указан не один хутор, а два. Это километрах в сорока Таллина. Нужна машина. Машина у меня стоит в гараже. Но в городе запрещено пользование частым автотранспортом. Карл. Попробуем. Вот так всегда. СД ругают, но от помощи не отказываются. Пожалуйста. Алло. Вольфганг, привет. Карл Хониман беспокоит. Слушай, старина. Моему другу нужна на несколько дней машина. Ты можешь получить разрешение? Хорошо, Хониман. Организуй разрешение. А как он отнесся к известию? Прекрасно. Ну, о чем ты говоришь? Ужин с коньяком за нами. Путь благословен на слов по безопасности. Вольфганг, до встречи. А? Ага. Приводите в порядок машину. Будет сделано. Я отправляюсь за разрешением. Ну что ж, милейший. Левая фара разбита. Крыло помято. Учтите, за это платить не стану. Цену назначу минимальную, господин капитан. А если вы продлите разрешение на мое имя, то ездите бесплатно. Почистим, помоем, скаты подкачаем. Не сомневайтесь, господин капитан. Запросить Хельсинки. Организовать метасмотр с нашим врачом. Выяснить все, огрыть им. Тар. Тар, запросить в госпиталь. По-моему, все правильно напечатано. А что у вас? А если он убежит? Куда? Скроется. Зачем? Он же человек, он может просто испугаться. Кригера никуда не скроется, потому что он только лишь нашел подход ко мне. Он должен выехать из Сталина, потому что поиски Греты Тар – его легенда. Кригера. Кригера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Переправлены в отряд. Связь с Августом возобновлю позднее. Сергей. Сомнений нет, господин майор. Передача велась в 30 километрах от Таллина. Благодарю вас, Курт. Вы свободны. Продолжение следует... Где он этот день? И на каком календаре, как пламя он полеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Победный день я через все смогу пройти, я все преодолею, лишь бы наступил он, этот самый долгожданный заревой. Победный день, где он этот день? Я до него готов ползти сквозь ёрсты и метели. Где он этот день? Мне б дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придёт? Придёт на самом деле. Это наступивший, этот самый заревой, победный день. Над пожарнищем кружит чёрный дым, я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного. Одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди, скорей, приди, моя победа. Где он этот день? На каком календаре? Как пламя он полеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Я через всё смогу пройти. Я всё преодолею. Лишь бы наступил он, этот самый долгожданный царевой. Победный день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok